Представители рынка «Успех» прокомментировали принятое на сессии решение относительно организации коммунального предприятия «Успех Авто», а также опровергли выдвинутые в адрес предпринимателя Геннадием Трухановым обвинения в том, что они не перечисляют средства в бюджет города. Как известно, в ходе сессионного заседания Геннадий Труханов, комментируя решение депутатов о создании коммунального предприятия «Рынок Успех Авто», обвинил руководство существующего рынка «Успех» в том, что те незаконно функционируют и, дескать, вообще ни копейки не перечислили в бюджет города. Данный рынок существует как рынок, как юрлицо. Так вот, пускай меня поправит наш департамент, вышло, сколько нам поступило средств и управления торговлей от работы данного рынка в бюджет за его существование не существует, то есть плата в бюджет города не поступала ни копейки. Кажется, очень плохо, что ни юридический департамент, ни управление торговли не поправили Геннадия Леонидовича. В тот же день представители администрации рынка опровергли обвинения, выдвинутые в их адрес городским головой. Рынок «Успех» существует на законных основаниях и, как законопослушное юридическое лицо, оплачивает все соответствующие налоги, в том числе налоги, которые оплачиваются в городской бюджет. Так вот, в 2016 году рынком «Успех» оплачивается ежемесячный налог на недвижимость, который поступает в городской бюджет в размере 22 тысяч гривен. Также ежемесячный налог на землю, который тоже идет в городской бюджет, составляет около 110 тысяч гривен. И единый налог – это около 33 тысяч гривен. Свои слова администрация рынка «Успех» подтверждает соответствующими документами, где зафиксированы цифры и объемы перечисленных рынком средств, в том числе и в городской бюджет. На самом деле, как считают представители рынка, все дело в лакомом участке земли, на которой расположен рынок. Ее просто пытаются отобрать зачем, да хотя бы для очередного строительства. Все говорят, что рынок будет существовать, но на самом деле все действия городского совета говорят о том, что рынка там не будет. То есть они планомерно, шаг за шагом пытаются лишить рынок права собственности, лишить любых прав на недвижимое имущество, на землю. А то, что они говорят, что рынок незаконный и мы не осуществляем какие-то там налоговые обязательные платежи, все же прекрасно понимают. Если бы юридическое лицо не платило в бюджет налог на недвижимость, налог на землю или единый налог, или еще какие-то сборы, нас бы давным-давно закрыли те же налоговые инспекции, генеральные прокуратуры. То есть у нас в городе много контролирующих органов, но такого спора у нас нету и не будет, потому что все это оплачивается добросовестно. В любом случае, администрация рынка «Успех» не намерена оставлять гнусные обвинения городских властей безнаказанными. Считаем, что подобное высказывание представителя Одесского городского совета нарушает законные права и интересы ТПФ «Успех» ООО, затрагивает нашу деловую репутацию. Поэтому руководством рынка будут предприняты все меры, будут подготовлены исковые заявления, в том числе на мэра, на представителя Одесского городского совета, с требованием опровергнуть эту информацию и о взыскании нематериального вреда, который они нам причинили.